Всем привет! Днепр на связи. 26 июня, 11.57. Наконец-то дали свет, но не везде. Жителей Тарамского и Диевки могу обрадовать. У вас продленные отключения до 14.15.00. Чтобы потом в 16.00 отключить и по графику до 8.00, но судя по всему будет серая зона, это до 11.00. Прикиньте, какая радость у людей. Ух, какая радость. Эх, огонь. Класс. Не надо печалиться. Вся жизнь позади. Вся жизнь позади. Ну, Ленин, погоди. Пам-пам. Что по новостям, друзья? От главы областной военной администрации Сергея Лысака мы узнали следующее, что вечером продолжались атаки по Марганецкой громаде Никопольского района. Была применена тяжелая артиллерия и дроны Камикадзе. Повреждено два частных дома, сарай, теплицу и линию электропередач. Везде обошлось без жертв и погибших. В целую ночь, вечер у нас тревожный был сигнал, воздушные тревоги за сигналом. Затем, в принципе, все успокоилось. Но, к сожалению, обошлось не без погибших. В Днепровском районе в пожаре погиб человек. Произошло возгорание на территории частного дома. Село Лобойковка Днепровского района. Там горели личные вещи. Огонь перешел на весь дом. В общем, 50 квадратных метров выгорело. И нашли тело человека уже без признаков жизни. Что еще, друзья? Хочу порадовать всех наших пляжников. В воде двух пляжей нашей области нашлись бактерии, которые могут вызвать острые кишечные расстройства. Об этом сообщил областной совет. Инфекцию зафиксировали в речке Кельчень, возле зоны отдыха в Подгороднем у нас. И также на пляже для взрослых в Зеленодольске. В общем, за последнюю неделю зафиксировали 124 случаев острых кишечных инфекций. Вот так вот и купайся. А там в воде живет вот эта страшная штука, которая заползет вам туда, куда не надо. И будет гора, гора, Будда. Что еще, друзья? Где-то Притула радуется сегодня, потому что оправдывают средства, которые донатили люди Притуле на спутник. Потому что люди писали, когда он приехал в один из городов, Притула да спутник. Кричали, кричали. В общем, Гур сегодня сделал заявление, что миллиарды долларов убытков для России. И это все благодаря Притуле. А не тому, что люди там донатят, помогают. Все Притула, Притула, 39% по закону. Отдайте мои твари, не лезьте в мой кошелек. Это я все 40 лет зарабатывал. Хотя, там сколько ему? 35? 40 лет! 40 лет! Все руки ничего не крали. Цей род ничего не гиб. Только, чтобы на спутник заработать. Я все сам. Все сам. В общем, что? Народный спутник ICI, который в 2022 году купил Сергей Притула, указано, что за два года спутник, в общем, сделал более 4 тысяч снимков. Среди них аэродромы, позиции ПО, нефтебазы, склады, военно-морские базы и так далее, по которым были нанесены удары затем разведки и СБУ и нанесли вот многомиллиардные долларовые ущербы России. Так что, видите, Притула, герой Украины. Ему должны выписать звание, дать медаль и сделать так, чтобы не 30% он забирал себе, а процентов 70. Думаю, все остальное хватит для всех. Что еще, друзья? Министерство обороны купило для ВСУ пластиковые фляги по цене, что в три раза превышает рыночную стоимость. Не может быть! Я в это не верю. Это российское ИПСО. В 2024 году Министерство обороны потратило 54 миллиона гривен на покупку 153 тысяч армейских фляг. Каждая пластиковая, литровая фляга обошлась нам с вами, то есть вот кто платит налоги, в 355 гривен. Хотя такие же американского образца продаются по 120 гривен, а другие аналоги можно найти по 72 гривны. Ну это просто что-то нереальное. Какие новости? Кто бы мог подумать? Новый скандал. Яйца по 17 уже не актуальны. Теперь фляги по 355. Кто же будет наказан, когда полетят головы? Наверное, уже. И информация от ДТЭКа. Состояние в энергосистеме Украины сегодня действует полностью. Все сутки ограничения. Наибольшее потребление будет с 5 до 11. То есть у нас, друзья, у кого серая зона, как у меня график, свет отключают в 16.00 и включат, скорее всего, в 23.00, чтобы потом еще через пару часов отключить, чем я вас и поздравляю. И запланирован импорт с 5 стран. 5 стран нам будут поставлять электроэнергию, но этого недостаточно все равно. Куда же девается свет? Непонятно. Что еще, друзья? Какой-то чиновник украинский для Вашингтон-Пост сделал заявление, что сегодняшнее задание Зеленского удержать территории, а в дальнейшем все освободить от россиян. Вот такие дела. Что еще? Венеславский, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сказал, что темпы мобилизации украинцев отвечают нашим ожиданиям. Да-да. Утреннее видео с Харькова как раз тому подтверждение, где мужика запихивают в бусик. Он сам остановил бусик с ТЦК и говорит, возьмите меня. Ну, возьмите меня. Я хочу повысить темпы мобилизации, чтобы вас все устроило. Что еще, друзья? Взрыв в Одесской области, который был в пол первого ночи, сообщалось о вылете ракеты баллистической из Крыма. Прокомментировали ситуацию, наконец-то в пол девятого сказали, что среди ночи Россия нанесла удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. Фух. В промышленном секторе повреждено админстроение. Люди уцелели. Напомню, сообщалось, что летит куда-то на Одессу, но где-то в Белгороднестровском районе бабахнуло. Что еще, друзья? В Украине официально появятся силы беспилотных систем ВСУ. Это уникальный вид вооруженных сил, которых нет в армии ни одной страны мира. Зеленский подписал соответствующий указ, который вчера вступил в силу. И до последнего морпеха. Он не ценил ни рядовых, ни офицеров. Типичный командир времен Чечни и Афгана. Морпехи о генерале Садоле, которого сейчас подозревают в госизмене, в том, что он убил тысячи солдат, отдавая приказы, которые невозможно выполнить. Почему это происходит именно сейчас? Почему те же морпехи выполняли преступные приказы? Непонятно, что происходит. В общем, что сказали? Командиры бригад пытались доказать Садоле, что на рынках военные ебнут десятками, если не сотнями. Наступать морпехов отправляли туда, где это физически было невозможно. Жертвы просто в никуда, заявил боец. Но мы форсировали и штурмовали, потому что приказ. Пока вместо тюрьмы иннеры будут получать повышение, мы будем терять людей в бессмысленных операциях. 99% военных этого генерала ненавидят за то, что он делает, но продолжают выполнять его приказы. Великолепно, просто пушечка. Ну, в общем, такие, друзья, дела. Вот у кого дали света, я вас с этим поздравляю. Тарамская одеевка, ожидайте в 14 и в 15.00. Успейте за час все сделать, потому что с 4 до 11 его тоже нафиг не будет. Ну, возможно, с 4 до 8, но я уверен, что с 4 до 11. Так что, такие дела. Ребята, юни хлопчики и девчата, что вам еще сказать? Ничего, 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 не получается ничего сказать. Я не знаю, что вам еще сказать. Романтика, романтика. Всем хорошего дня, всем бобра. Я до нового выхода на связь. Пока, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова